В эфире «Время новостей». В студии я, Максим Малынов, о главных событиях к этому часу. Подвели итоги. Результаты работы председателя областного совета оценивали не политологи и депутаты, а сам глава региональной рады Михаил Шмушкович. Собственную деятельность не критиковал, а говорил по факту. Так, за 100 дней облсовет принял 105 решений и утвердил областной бюджет. Пока большинство планов находится в стадии разработки. По словам Шмушковича, для решения многих проблем просто не хватает времени. Разорваться тяжело. То есть или надо заниматься и районами, посещать их и вести общение там, или надо все-таки сосредотачиваться на работе в городе Одессе. Ну, фактически, я имею в виду, заниматься фундаментальными вопросами. В связи с этим на будущей сессии планируют провести выборы первого зампреда. Кроме того, председатель облсовета заявил, что Одесса за счет городского бюджета не сможет самостоятельно восстановить ряд культурных объектов. Поэтому все расходы будут минимизированы. Если у нас появятся дополнительные средства, а мы будем над этим работать в областном бюджете, то приоритет будет тем объектам, где будет софинансирование. Это будет логично, поскольку мы сможем тогда объяснить депутатам, почему этот объект, а не другой. Как противостоять российской пропаганде. Своим видением с одесскими коллегами поделился известный журналист Матвей Гонопольский. По его мнению, не стоит на пропаганду отвечать пропагандой. Необходимо развенчивать недостоверную информацию правдой. А институты государства должны обеспечить для населения достойный уровень в социальной сфере и в медицине. Тогда любая пропаганда будет иметь меньшее воздействие на людей. 20 сотрудников транспортной милиции отправились в зону АТО. Это уже восьмая ротация правоохранителей этого ведомства. Бойцы оснащены всем необходимым. Одеждой, оружием, бронежилетами, связью, продуктами питания. Базироваться будет в Донецкой области. Там к бойцам присоединятся еще 10 правоохранителей, которые выехали на место дислокации ранее. Сразу после инструктажа транспортники посетили часовню в честь защитника воинов святого Ильи Муромца и прочли молитву за сохранение мира в Украине. Из Одесской области в АТО пасхальные лакомства от жителей села Великий Дальник совсем скоро отправятся на восток. Как всем селом собирали подарки для наших бойцов, видела Анна Гринев. Жители села Великий Дальник разбирают целую машину выпечки. Ее нужно перегрузить в другие автомобили и переправить в точку назначения, на восток. Идет праздник, великое свято для крестьян. И наша организация решила немного подарить свято нашим воинам, которые находятся на передовой. Здесь около 600 пасхальных куличей. Татьяна и ее подруги вложили в каждое из них много сил и времени. Собрались все вместе и спекли вот специально. Собрали деньги вначале, закупили продукты и потом пекли. Почти два дня. Местные жители стараются загрузить все лакомства машины до начала сильного дождя, чтобы ничего не промокло. Доставлять подарки будут одесские волонтеры. Громада Дальника решила сделать ребятам к пасхе такой подарок. Они испекли пасхи и мы будем отправлять ребятам на передовую пасхи. Но на этом совместная работа жителей села Великий Дальник не заканчивается. Работы по уборке села начнутся после пасхи. Ну а пока нужно поздравить солдат. Кроме пасхальных куличей, нашим военным отправят домашнюю консервацию, крупы и, конечно же, сало. Анна Грынев, Алексей Филиппов, 7 канал. Пасхальная реконструкция, вопреки замыслам организаторов, пройдет в сквере Гамова. Об этом сообщили волонтеры из благотворительного фонда «Добрый самарянин». По их словам, городские власти отказали в проведении мероприятия в центре Одессы, сославшись на меры безопасности. Напомним, что историческая реконструкция событий почти двухтысячелетней давности проходит в Одессе не впервые. В прошлом году экскурс в одной из главных событий для христиан проходил также в сквере Гамова. Мероприятие пройдет в субботу, 11 апреля, в 12.30. Для детей мы хотим провести исторические мастер-классы, которые помогут им больше узнать историю. То есть это различные подделки руками, это изготовление различных шлемов и всякое такое. Также хотим сделать такую фототочку историческую, где каждый из присутствующих гостей он сможет сфотографироваться на таком историческом фоне с римскими легионерами. А после всего еще можно будет увидеть, как маршируют римские легионеры, как они строятся в боевую черепаху, будет бой. Также потом в 14.00 у нас будет сама пасхальная реконструкция. Это путь на Голгофу, который будет состоять из нескольких сцен. В Свято-Преображенском кафедральном соборе подготовка к Пасхе идет полным ходом. Помимо восстановления фасада здания, сотрудники МЧС проверили храм на готовность к чрезвычайным ситуациям. Специалисты провели осмотр запасных пожарных выходов, наличие огнетушителей и общей схемы пожарной безопасности. Вместе с сотрудниками пожарной охраны проведены плановые осмотры помещений. Они составили рекомендации, которые мы постарались максимально исполнить. Помимо готовности храма, спасатели проверили технический источник воды для тушения пожара, который находится в непосредственной близости к зданию. У нас происходит подготовка к пасхальным праздникам. То есть мы проверяем противопожарное водоснабжение, которое прилегает к нашим соборам и церквям. И личный состав подразделений отрабатывает свои навыки по ликвидации надзвучайных и чрезвычайных ситуаций. Если не дай бог, такая возникнет. Глобальная уборка страны начинается. Сотни тысяч украинцев ежегодно собираются, чтобы убрать в парках и местах общественного отдыха. В Одессе стартует акция «Сделаем Украину чище». Больше знает Ирина Стрябко. Сделать родной городу области страну чище может каждый. Одесские волонтеры приглашают всех желающих выйти 25 апреля в 10 утра в парк Шевченко на масштабную уборку в Украине. Организаторы гарантируют частичное обеспечение пакетами для мусора и перчатками. А такие волонтерские движения – это уже значительный шаг на пути к цивилизованному европейскому государству. Мы искренне надеемся, что жители Одессы и области поддержат нас в этом стремлении. Вместе с нами выйдут 25 апреля на уборку зеленых зон. Ежегодно весной сотни тысяч украинцев выходят на уборку. В Одессе эта акция проходит второй год. По словам организаторов, горожане и жители области охотно соглашаются принять участие в массовом субботнике. В Одессе люди хотят стремиться к лучшему, но пока им нужно помочь, направить их на это. Есть у нас люди в Южном, есть некоторые районы, которые охватывают. Это, к примеру, поселок Большевик, который по мусору очень загружен, но люди хотят убирать, люди хотят стремиться к этому. Мне многие звонили оттуда, и звонили не молодежь, а звонили люди 40 лет, 50, которые хотят выйти, лишь бы дать им средства и объяснить, как что делать. Во время субботника горожан ждет ЭКФС, на котором пройдет различные мастер-классы. Также одесситы узнают, как правильно утилизировать мусор и сделать из отходов доходы. Если у вас есть возможность, если у вас есть идеи, если у вас есть предложения, мы открыты абсолютно. У нас нету каких-то четких форматов. Все, что касается экологической темы, все, что касается уборки и совершенствования сегодняшней экологической системы в Украине, мы только с радостью воспримем любые идеи и так далее, любых людей в команду. Мы открыты к общению абсолютно. Подготовка к генеральной уборке уже началась. Напомним, всеукраинский экофестиваль пройдет 25 апреля с 10 до 15.00 в парке Шевченко. Ирина Стрябко, Алексей Барановский, Седьмой канал. Знаете ли вы, что ненужный бумага и мусор можно превращать в настоящие деньги? Одесские волонтеры решили собирать средства новым оригинальным способом. О том, как мусор и макулатура превращаются в спасение для украинских солдат, смотрите далее в сюжете. Улица Дерибасовская, раннее утро. Одесситы с трудом вспоминают, когда последний раз сдавали макулатуру. Ты когда последний раз сдавала макулатуру? Никогда. А как вы думаете, почему это все уже так спало? Не знаю. Нету, наверное, активистов, которые бы этим занимались, кому это нужно. Я, насколько знаю, в Европе люди собирают макулатуру. Есть отдельные мусорники для бумаги, для стекла, для жести. В школах сдавали. Как-то это было достаточно централизованно. Может быть, и какие-то старшие классы, и младшие классы таскали макулатуру в школе. Там по пять килограмм или сколько, я уже не помню. Ежедневно вы выбрасываете сотни тонн вот такой вот бумаги. Но сдав ее на переработку, вы бы смогли спасти чью-то жизнь. Увидев, что килограммы канцелярии просто выбрасываются, Анна решила взять от этого максимальную пользу. Она и ее друзья дали клич в интернете среди знакомых. Пообщались со школами и вузами. За несколько месяцев такой работы удалось собрать немалую сумму. Эта идея выникла еще в грудне, когда я на работе сидела, очень много паперов просто выкидалось в смертник. 910 мы максимально собирали. 800 гривен, 600 гривен, 400 гривен. Каждый сбор по-разному. За день 600-800 гривен, а за месяц несколько тысяч. Люди приносили разное, и ничего не осталось без внимания. Пластик, стекло, бумага. Откуда взяли? Накопилось так. Экологическое сопротивление. Все правильно. Мы с ней принесли от нашей компании бумагу, потому что у нас всегда она есть. То есть это такой материал, наверное, который у всех дома есть, и который может каждый принести. В принципе, это и как защита экологии, и как помощь с раненым, потому что это очень важно. Ребята говорят, вначале собирали средства и передавали другим волонтерам на разные нужды. Теперь же решили заниматься адресной помощью. Очень хороший человек. Наш друг Александр Глопотенюк попал в лекарню. И его лечение очень дорого стоит. И мы решили, что все, что мы собираем, будем переходить на карту его дружины. Сергей – владелец микроавтобуса. Он отвозит весь мусор на перерабатывающий завод. Вспоминает, что вместе с хламом люди часто приносили деньги. У нас принципиально была позиция. Мы не берем денег. Мы берем, потому что в это время брать деньги. Ну, как-то даже рука не поднимается. Мы берем то, что людям не нужно, но мы это ненужное превращаем в какую-то помощь, кому она действительно нужна. Ненужные бумаги, пластик и металл волонтеры собирают прямо на Дерибасовской каждые две недели. Следующий сбор планируется на 19 апреля. Анна Грынев, Дмитрий Бондаренко, Седьмой канал. На этом пока все. До встречи в 6 вечера. Оставайтесь седьмым. Субтитры создавал DimaTorzok